33 выпускника Нинецкого округа будут получать высшее образование по целевым местам. Это будущие медицинские работники и педагоги. Профильное окружное ведомство и учреждения заключили 20 договоров на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров и 13 на подготовку будущих врачей. В числе вузов-партнеров округа – Северный федеральный университет имени Ломоносова, Северный государственный медицинский университет, а также Российский государственный педагогический университет имени Герцена. В педагогическом университете имени Герцена по очной форме обучения будут готовить молодых специалистов по направлению педагог родного языка и литературы, а также педагогика экономика. В САФУ на заочном отделении будут учиться 17 абитуриентов из поселков Харивер, Нельминос и Искателей, деревень Лабожская и Каменка, сел Ома и города Наринмара. Все они уже имеют среднее профобразование и работают в окружных учреждениях. Два педагога получат высшее образование по направлению физическая культура, пять – специальное образование, пять – начальное и дополнительное, четыре – дошкольное, один – психолого-педагогическое. Вступительные экзамены прошли в Наринмарском филиале САФУ в июне. О очной форме обучения для четвертой городской школы планируют подготовить учителя физкультуры. Получать высшее медицинское образование по договору о целевом обучении будут 8 человек. На лечебное дело поступают 7 человек, четверо – по направлению стоматологии, и два выпускника планируют стать педиатрами. Всего в 2016 году заключено 33 соглашения о целевом обучении. Если раньше вузы нам давали, предположим, какое-то количество, например, 10, 20, 30, сколько-то, мы на это искали детей, проводили конкурс для них, и они поступали. Сегодня вузы берут на целевые места, это значит, нужно найти работодателя. То есть заключается договор между работодателем и вот этим абитуриентом, будущим студентом. Списки первой волны поступивших в вузы будут известны в конце июля-начале августа. Окончательные итоги вступительной кампании 2016 будут подведены в сентябре.